Привет всем! И сегодня, как всегда, мы поговорим о самых актуальных и важных событиях в Германии и Европе. А именно... Краткий обзор важных нововведений, законов и событий. 2022 год подходит к концу и декабрь перенесет с собой то одно, то другое новшество. Они варьируются от экстренной помощи за оплату газа до прекращения запрета на петарды и посещения тату-студии. Это может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для граждан. Экстренная помощь потребителям централизованного теплоснабжения и газа. В последние недели было много дискуссий о снижении цен на газ. В ходе этого Бундестаг решил, что расходы на газ и центральное отопление будут покрываться государством один раз в декабре. Единовременный платеж изначально освобождает всех, у кого есть прямой договор с энергокомпанией. Вы можете быть освобождены от платежа за декабрь 2022 года. В результате также должны быть освобождены все арендаторы, которые оплачивают услуги через арендодателя. В этом случае им будет возвращена оплата со счетом за коммунальные услуги за декабрь 2022 года, который придет в следующем году. Общенациональный день предупреждения в Германии 8 декабря в Германии отмечается Общенациональный день предупреждения. В 11 часов все граждане Германии должны получить предупреждающее сообщение на свои мобильные телефоны. Это предназначено для тестирования системы оповещения, которая предназначена для предупреждения и лучшей защиты всех жителей Германии в случае стихийного бедствия. Система тестируется в 294 административных районах Германии и 107 городских округах. Его преимущество в том, что не нужно загружать приложение, как в случае с обычными системами оповещения, такими как Нина или Катвана. Сотовая трансляция также вызывает громкий сигнал на смартфоне. Новое введение в декабре 2022 года. Пенсионеры могут рассчитывать получить 300 евро. Единая ставка на энергию также является важной частью пакетов помощи для граждан Германии. Эта сумма будет выплачена немецким пенсионерам в декабре 2022 года. Вы можете рассчитывать на 300 евро, с помощью которых будут компенсироваться высокие цены на энергоносителей. Предпосылкой для фиксирования ставки энергии является право на получение пенсии по старости, ограниченные трудоспособности, пенсии сироты и вдовы, из системы обязательного пенсионного страхования, которая должна существовать на 1 декабря 2022 года. Право на пенсионные выплаты в соответствии с законом о государственных служащих или законом о солдатских пенсиях также дает право на получение 300 евро. Все лица, имеющие право на выплату, должны получить 300 евро из пенсионных фондов до 15 декабря 2022 года. 1 декабря 2022 года в Германии начинается период плохой погоды, который продлится до 31 марта 2023 года. Это не означает, что с этого момента мы больше не можем надеяться на то или иное солнце, но что пособия по сезонной неполной занятости будут выплачиваться. Он также известен как сезонный бонус и доступен для сотрудников компаний, занимающихся строительством спортивных площадок, ландшафтным дизайном и садоводством, а также производством строительных лесов и кровельных работ. Сезонное краткосрочное пособие выплачивается государством в случае сезонной потери работы или сезонной нехватки работы. Все работники, имеющие хотя бы одного ребенка, могут рассчитывать на 67% потерянной чистой заработной платы. Все остальные по-прежнему получат 60%. Обратите внимание на крайние сроки доставки Рождественской почты и налоговых льгот в декабре 2022 года. Во время рождественского сезона важную роль могут играть определенные сроки, которые следует соблюдать, если подарки и Рождественская почта также должны прибыть в канун Рождества 20 декабря 2022 года. В этом случае посылки должны быть отправлены не позднее, чем за 4 дня до Рождества, чтобы они дошли до места назначения до праздника. Об этом сообщает Deutsche Post на своем сайте. Это относится ко всем поставкам в пределах Германии. У вас есть еще 2 дня для писем. Рождественская почта, не отправленная до 22 декабря, может не прийти вовремя. Все инвесторы должны отметить дату 15 декабря. Крайний срок подачи справок об убытках заканчивается в соответствующий четверг. Это необходимо для того, чтобы компенсировать реализованные убытки на одном счете ценных бумаг против прибыли на других счетах ценных бумаг. Таким образом, окончательный удерживаемый налог для переплаченной налоговой декларации может быть возмещен. Для того, чтобы отреагировать на заявление об убытке, необходимо обратиться в банк, которым оно возникло. Экономить налоги в Германии можно другим способом до 31 декабря. Это возможно, например, за счет расходов, которые еще будут сделаны в 2022 году. Выбор налогового класса также может быть решающим. И еще один совет владельцам. Специальные предоплаты нужно провести до 31 декабря. Ведь история такова, что с 2023 года будут оплачиваться более высокие суммы, если квартиры и дома застрахованы или будут застрахованы по скользящей новой стоимости. Если сумма увеличивается более чем на 14,7%, у вас есть особое право на расторжение. 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 11 декабря 2022 года вступает в силу зимнее расписание Deutsche Bank. Однако билеты можно приобрести заранее. Новое расписание принесло с собой некоторые новшества. Самый большой – это открытие высокоскоростной линии Бендлинген-Амнекар-Ульм. Новый ИЦЭ используется на маршрутах между Мюнхеном, Кёльном и Дортмундом. Поезд должен предложить на 60% больше мест на двух маршрутах. Это относится к аэропортам Мюнхен, Ульм, Штутгарт, Франкфурт, Бремен, Оснабрюк, Мюнстер, Кёль. Запрет фейерверка должен закончиться в декабре 2022 года. Последние два года канун Нового года не был таким шумным, как и обычно. В Германии действовал запрет на продажу пекар и ракет. Также был введен запрет на собрание и запрет на собрание на Новый год и в канун Нового года, чтобы защитить больницы от перегрузки во время пандемии коронавируса. В декабре 2022 года больше не будет общегерманского запрета на фейерверки и собрания. Вместо этого округа и города могут сами решить, как они хотят подходить к канону Нового года. Некоторые регионы уже указали, что такие запреты больше не планируются. Важное событие декабря 2022 года. Будет коронован новый чемпион мира по футболу. 18 декабря этого года впервые будет коронован чемпион мира по футболу. Финал чемпионата мира по футболу пройдет в воскресенье в Катаре. Спорный чемпионат мира 2022 года подходит к концу. Татуировки и эпиляции возможны только при наличии сертификата. 31 декабря 2022 года любой, кому надоела одна из его татуировок, может удалить ее только у косметологов или врачей, которые действительно для этого обучены и имеют соответствующий сертификат. Это же касается и лазерной эпиляции в интимной зоне. Это положение является результатом нового закона, который содержится в постановлении о защите от неионизирующего излучения при лечении человека. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. И желаю вам замечательного дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!